Когда началась война, Виктору Солдатенко было 7 лет. Тогда он жил в Казахстане и играл в войнушку с другими мальчишками. А самое яркое военное воспоминание – как упаковывал посылки с тёплыми вещами для отправки на фронт. В Ростове Виктор Солдатенко с 1953-го служил в лётном полку и горд тем, что именно на счету этого полка большинство из 38 сбитых над Ростовом немецких самолётов. Наш ростовский полк, который на военном виде, он 28 самолётов бил и, конечно, ему было присвоено высокое звание Александра Викторовича. Для меня, значит, этот парад и День Победы самый лучший в нашем государстве и в Ростове-на-Дону, в городе воинской славы. Пешие колонны парада Победы – это воины 150-й мотострелковой дивизии, 4-й армии ВВС и ПВО, спецназа и РЭП, Росгвардии, погрануправления ФСБ и спасцентра МЧС, юноармейцы и кадеты. А впереди рота кадет-барабанщиц. В сумме 2,5 тысячи человек. Командуют парадным расчётом совместитель начальника управления Волковник Александр Портанов. Пограничники бдительны везут службу по защите от враней и обороне государственной границы. В механизированной колонии главные Т-34 «Катюша», а дальше в основном техника, работающая в спецоперации. БТРы, танки с динамической защитой и бронеавтомобили, зенитно-ракетные «Витязи», «Грады», «Искандеры», комплексы РЭП «Краснуха». В общем, полсотни боевых машин. Инна Билан, Андрей Токарев, 1-й Ростовский. 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 Продолжение следует...